Девочки, всем привет! У нас сегодня будет классный анпакинг-влог. Наконец-то мы дождались. И я вам хочу показать сегодня самые классные покупочки на конец лета, на осень и даже есть покупки на зиму. Девочки, подписываемся с вами на все мои социальные сети, чтобы мы с вами не потерялись. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что у меня там собрана куча шикарнейших находок. Все эти находки раскупают, не знаю, за час. До сих пор не могу это осознать. Что все эти находки разметают так быстро. В моем анпакинг-влоге вы, собственно, и убедитесь, почему их так быстро разметают, потому что они все безумно красивые. И в моем телеграм-канале вы найдете ссылочки почти на все эти вещи, потому что в телеграм-канал я выкладываю туда ссылочки со своего онлайн-шоппинга с пометкой, точнее с хэштегом «Мои покупки». Запрещенную соцсеть подписывайтесь, потому что там красивые мои образы с моими новиночками, с моими покупочками, не только. Там очень красиво, очень полезно, потому что, когда я покупаю новые вещи, я сразу же их снимаю в запрещенную соцсеть с примеркой. Все свои обзоры я сохраняю в сторис, в актуальные, так что можете смотреть, они оттуда не удаляются. И самое главное, я буду всех вас очень сильно рада видеть. Я со всеми вами везде общаюсь и всегда ценю вашу поддержку, обожаю вас. Мы с вами поехали в Unpacking Vlog. Ура! Так, мои конфетки. Я хочу вам сначала показать шикарнейшую свою покупку. Это кожаный плащ из манго. Боже мой, просто превосходный. Конечно, кожаные изделия – это моя любовь, потому что кожа нам служит очень много лет. В ней ни жарко, ни холодно, в ней суперкомфортно. Я уже, кстати, его носила, прикрепляя вам фоточки. Очень нравится этот образ. Кстати, чтобы вы понимали, на улице было, ну, чуть-чуть прохладненько, потому что у нас сейчас то как-то прохладно, то жарко, непонятная погода. Вот, и как я выходила на улицу в этом образе, мне было идеально по ощущениям. Конечно же, это манго. Взяла его в размере М. Ссылочки в моем телеграм-канале на него, конечно же, есть. Если вдруг вы не найдете, я, конечно, продублирую, но я очень надеюсь, что вы найдете, потому что вроде как они недалеко. Вот, этот плащ недавно, я его купила за 30 тысяч рублей по скидке, так он стоил 60. И недавно, что вы думаете, я просто была в шоке. У меня колокольчики до сих пор стоят на, если появится вдруг мой размер, не знаю почему, почему-то они не убрались. И недавно на днях я вижу этот плащ за 18 тысяч рублей появляется в размере М. Я думаю, что? Что? За что? Это же очень дешево для натуральной кожи и за целый плащ. Вы представьте, он не макси, конечно, но сейчас у нас длина миди актуальная и А-образный силуэт у него. Вот, он с поясом, просто шикарный, минималистичный, самый красивый. Просто я вообще в восторге. Рекомендую вам, девочки, пытаться выгодно покупать вещи, ждать там распродаж вот таких хороших именно из натуральных материалов. Потому что не надо скупать все подряд, лучше посидеть, чуть подождать распродажу и вот ухватить такую красоту. Вот, за адекватные цены. Ну, мне уже жалко, что я его взяла за 30, раз он был за 18. Ссылочки, я, как вам уже сказала, в моем телеграм-канале на красоту эту. Девочки, дальше у нас просто невероятной красоты и винтажный жакет. Посмотрите, какие у него застежечки на груди. Он в молочном цвете, это тоже бренд Манго. Взяла его в размере S. Он мне идеально как раз, очень сильно красивый. Я обожаю вещи под винтаж. Я носила его только пока как самостоятельно. Вещи мне очень красиво. Если чуть-чуть прохладно, да, вот этот жакет можно надеть вместо какого-то нарядного топа, но при этом вам будет тепло. Это прям просто супер находка, очень сильно красиво. Ссылочки, конечно, в моем телеграме. Конечно же. Мне очень нравится выносить с капри. Безумно красиво смотрится. И можно надеть, кстати, с шортиками. Это будет уже необычный образ. С юбками вообще получается такая элегантная дама. В общем, прям вещь, подходящая ко всему. И очень сильно красивая. С этими застежечками. Можно застегивать одну, можно две. Безумная. Безумная. Просто. Очень мне нравится. Так, девочки, но это покупка из моего виш-листа. Я так давно ее хотела. И вот она моя. Это бренд сумочки Лон Шам. Если я правильно произношусь, честно, я не знаю. Я ее всегда называю Лонг Чамп. Как пишется, так и произношу. Мне почему-то даже нравится, как это звучит. Но, конечно, скорее всего, это Лон Шам. Безумно красивая сумочка. Микро. Скорее, знаете, на какие-то выходы. Хотя я люблю ходить с маленькими сумочками. Очень. У меня их много в коллекции. Больше маленьких, чем больших. Поэтому я не испытываю какого-то дискомфорта. В нее вылезают телефон, ключи, карты. Знаете, все, что нужно, чтобы быстренько выбежать из дома. Это просто супер. И как такой, знаете, акцентный аксессуар. Очень стильная. Конечно, они уже у всех. Но я хочу себе еще, еще и еще. Внутри она как будто бы такой материал. Знаете, непромокаемый. Чуть-чуть резиновый. Ткань такая. Вот. И я хочу туда купить органайзер. Органайзер мне девочки сказали, у кого уже есть эти сумочки. Мне сказали, что продается на Алиэкспресс. Якобы за очень дешево. Вставляете туда органайзер. Специально прям для этих маленьких сумочек он сделан. Он идеально вписывается в ее размеры и форму. И эта сумочка сразу держит форму. Потому что, видите, она такая достаточно мятая. Ее можно как угодно смять. А для удобства купить этот органайзер это прям супер. Я его еще никак не успела заказать. Просто не хватает времени. Оно срочно нужно. То есть там даже есть отделение под карточки. Очень удобно. Такое я люблю. И у меня еще подружки заказали ремень. Тоже сказали, что бренд якобы не предусмотрели ремни. Если одевать на себя, можно эту сумочку. Мне, если честно, не очень нравятся ремни. Я не хочу себе, наверное, брать. Не знаю. Ну, не то, чтобы не очень нравится. Мне просто кажется, что я, наверное, так не буду носить. Мне вот именно нравится ее таскать в руке. Это прикольно. Но девочки, которые вот носят с ремешком, говорят, что китайцы сделали просто идентичную версию ремня с цветом, с текстурой. Вообще ничем не отличается. Просто идеально вписывается. Так что можно вот сюда прикрепить ремешочек. Вот. Вот такая вот классная малышка. В своем телеграм-канале опять же я рассказала, где я ее заказывала. Ой, девочки, что за красота, что за красота. Как вы видите, они еще с ценниками, я в них не успела походить, потому что очень долго думала сдавать мне их или оставлять. Но я на самом деле ждала свой размер, потому что эти мне впритык. Это 38-й. 38-й мне вообще маловат. Вот. Но эти впритык. Вот прям впритык. Пятка. Я такое не очень люблю. Я ждала 39-й размер, так и не дождалась и решила, что я просто не смогу без них жить. Посмотрите, какие они красивые. Перепоночки у них как будто бы бронзовые. Просто вообще восторг. Они переливаются. При этом сланцы из кожи, из натуральной, в шоколадном невероятно красивом цвете, от чего я просто в таком восторге. Они на платформе, они достаточно легкие, потому что эта платформа из какого-то, знаете, как пенопласт плотный. Я не знаю, в общем, как материал называется. Вот. Очень крутые просто. Девочки, ну это восторг. Стоили они достаточно дорого. По-моему, тысячи тринадцать. Но в евро они стоят восемь. Ну как бы, на минуточку. Восемь тысяч рублей. Вот за восемь вообще супер. За тринадцать это кошмар. И это коллаборация Манго с Сидрес. Ну, в общем, не знаю, как правильно читается. Вот здесь написано. Здесь есть вот такой цветочек. Вот здесь тоже написано. Кстати, эта коллекция вообще классная с цветами была. Мне она вся очень понравилась. Но я не стала себе кроме этих сланцев ничего там покупать. Хотя очень, если честно, хотелось бы. Но я просто подумала, что куда я буду в этом ходить. Вот. В общем, потрясающая, невероятная красота. Это просто моя любовь. Они очень сильно красивые. Ссылочки, опять же, есть в моем телеграм-канале. Конечно же. Но свой размер я так и не дождалась. Буду ходить в этих, которые впритык. Но знаете, просто если бы была расположена вот эта перепонка чуть-чуть повыше, чуть-чуть прям, было бы все идеально. Как обычно это бывает. Закон подлости. Так, девочки, вот такая красота. Планирую носить с капри, с джинсами, с юбками, с платьями, с купальниками для фото. Ну и со всем прочим. Подойдут тоже подо все, потому что это сланцы. Сланцы у нас до сих пор тренд. Да и для меня это, кстати, уже база сланцы уже много лет. Поэтому для меня это тоже будет базой. И причем очень красивого цвета, который будет ко всему очень классно подходить. Моему гардеробу. Даже, кстати, сумочка лонша очень сильно подходит к этим сланцам. Мне нравится. Посмотрите, как красиво. А это, девочки, невероятно красивая сумочка-корзинка. Из плетеной кожи, черного цвета, от которой просто пищу. Я не знаю, мне вот все вещи, которые мы снимаем, просто я в восторге от них. Вот перебирая эту одежду заново, да, как будто бы я ее только купила, потому что я это вам показываю. И вот у меня вся новая одежда эта лежит. Правда, она накопилась там за несколько месяцев. И я такая думаю, ой, как хорошо, что я это купила. Так красиво, так красиво. Я не могу. Эта сумка просто идеалити. Ее вы точно видели уже во всех, наверное, моих соцсетях. Я ее взяла, по-моему, за 11 тысяч рублей. Это тоже манго. Вот, как вы поняли, я просто обожаю бренд манго. Не могу без него жить. Выискиваю там сокровища. Значит, за 11 тысяч я ее уже взяла со скидкой. Так она стоила, по-моему, 25. 25 это как бы тумач цена, потому что, естественно, за границей она стоит куда дешевле. Но я, кстати, не помню, потому что ценника у меня нет. Но 11, я считаю, что это супер цена, если вы ее можете приобрести здесь и сейчас. Это просто идеально. Может, она и стоила за границей 11, не знаю. Она, потрясающая, подходит ко всем моим образам. Я с ней хожу на каждый шоппинг-влог, потому что она очень удобная. Шикарная вещь, очень дорого смотрится. Ну, прям обожаемая покупка. Вот, кстати, я сейчас сижу в таком образе. Посмотрите, джемперочка у меня, такой сливочного масла. Кстати, покупала его лет 5 назад, да? Уже знала, что нас ждет в будущем. Шортики белые. Вот я одеваю эту сумку, одеваю, допустим, сланцы черные. И просто смотрится класс. Очень классно, очень классно. Я в восторге. Я вам ее уже нахваливала 100 тысяч раз, поэтому давайте ей уделим поменьше времени. Я в каждом влоге, причем, примеряю каждому своему образу и говорю, Боже, как она классно подходит сюда. Ой, а как сюда классно подходит. Ой, она идет к каждому образу. Я просто, когда монтирую влоги, я пересматриваю, думаю, господи, что я такое говорю. Ну ладно, в общем, девочки. Значит, последнее, что я хочу сказать про эту сумку. Для меня лично это не только летний аксессуар. Я 100% планирую ее носить еще и весной, осенью. А вот зимой посмотрим. Смотря какие образы будут. Ну, мне кажется, что с серым пальто максимум любимым это тоже будет топ. Скажу вам так. Вот она застегивается здесь. Больше там ничего нет. А я просто взяла пыльник от своей одежды и положила туда внутрь пыльник. Все. У меня все очень удобно лежит. Девочки, теперь пришло время показывать вам самый красивый костюм, который теперь у меня есть в гардеробе. Просто невероятной красоты жакет с юбочкой. Такой неакцентный большой цветок. Очень красиво выглядит. К нему приделана вот такая вот классная акцентная деталь, которая идет в пол. Выглядит это очень эффектно. Конечно, я вам прикреплю рилс и фотографии, чтобы вы посмотрели вообще вовсю, какая же это красота. Я прям выгляжу там, как офис сирен. Мне на самом деле так идет этот стиль, но я очень редко его почему-то ношу. Вот хочу с конца лета, то есть сейчас уже, да, уже лето к концу подходит, я просто в шоке. Продлите, пожалуйста, кто-нибудь лето. У меня оно пролетело вот так. Просто я не успела понять, что наступило лето, девочки. У меня депрессия по этому поводу. Значит, дальше. Что хочу сказать вам? Серый, очень красивый, правильный цвет. Очень красивый серый цвет. Такая незаметная белая полосочка. Супер красивый. Это бренд Копорель. Если я правильно читаю, вот, вы можете в моей запрещенной соцсети посмотреть отметки бренда, чтобы я ничего не напутала. Если вам понравится вдруг этот костюм, там просто вещи невозможно красивые, потому что они необычные, как вы видите. А я люблю базовые, но при этом вещи с изюминкой. Это как раз вот то самое. Сидит этот костюм просто вау, мне идет. Вот, в общем, я буду ходить теперь чаще в брючных каких-то костюмах, пробовать это дело стилизовать. Вот в предыдущем влоге, между прочим, я вам уже показывала образы с брюками, образы с какими-то жакетами. Это особо мне не свойственно, но мне это нравится. И я планирую это носить. Девочки, теперь посмотрите, какой жакет. Вот, казалось бы, он классический, да все не так просто. Посмотрите на его, во-первых, ворот, которого нет. И это очень прикольно. Посмотрите, пожалуйста, на эти разрезы по бокам. Так, мне неудобно вам показывать. Это просто что-то с чем-то. Значит, как я вам уже показала в Reels и на фотографиях, я его заправляла в юбку. Носить так можно. И вообще не чувствую никакого дискомфорта. Все супер заправляется и смотрится идеально. Это можно носить как комплект. Еще, конечно же, этот жакет можно носить там с джинсами, с юбочками мини, с шортиками. На распах, вот я его уже одевала с шортами, он смотрится просто вау. Он достаточно оверсайз. Он, кстати, one-size размера. Юбочка, по-моему, тоже. Но у него при этом супер объемные плечи, которые держат объем. И это выглядит очень шикарно. Вот ничего больше не сказать. Но оденешь ты в полуспортивный образ этот жакет, вот сразу образ становится прям шикарным. У меня другого слова. Нет, чтобы подобрать. Потому что у него цвет дорогой. Очень красиво скроено. Все выглядит вау, вау, вау. Вот. Так что, девочки, это прям находка находок тоже. Я в восторге в полнейшем. Сам костюм, скорее, вот как комбо вместе, у меня больше на выход. Но если рассматривать вещь по отдельности, то, естественно, каждый из этих вещей подойдет. Понечка. Жалуется, что я ему времени уделяю. А записываю вам влог. Вот, на чем мы остановились. Значит, ну, как отдельная вещь, каждая подойдет мне в любой образ. Потому что это мой любимый серый цвет еще, конечно же, к этому всему. Вот. И украсит его. И сделает его интересным за счет своей необычности. Но при этом вещи как базовые, но с изюминкой. В общем, я прям в восторге. Друзья, мы с вами добрались до зимней покупки. Это пуховик Must Have North Face. Мой самый любимый и желанный пуховик за последние года. Почему я не покупала раньше? Потому что у меня уже есть от бренда Напопиджи. Если я правильно произношу. Очень похожий пуховик. Тоже он достаточно маленький, но он объемный. Но при этом не какой-то оверсайз огромный. И вот мне хотелось всегда North Face. Но я думала, зачем мне два одинаковых пуховика. Поэтому я ждала, пока в том уже мне не захочется ходить. И я куплю себе новый пуховик North Face. Просто потрясающе красив. Вазов. Опять же, повторюсь, это Must Have. Он подойдет как и к спортивным образом. Так и к джинсам. Так. И мне кажется, его можно как-то интересно внедрять. Более необычные образы. Это не свойственные пуховикам. Может быть, даже можно пробовать одевать его с какими-то юбками, с капри и колготками. Ну, что-то можно будет попробовать, придумать необычное. Но этот пуховик, может быть, всем и надоел. Но только не мне. Я считаю, что этот пуховик никогда не выйдет из моды. Он всегда будет актуальный. Во-вторых, он базовый, черный, просто минималистичный, классный пуховик, который очень теплый при этом. Мне нравится в нем, собственно, все. Ссылочки также я оставляла в своем телеграм-канале. Вот. Можете купить. Они до сих пор есть. В общем, я уже жду холод. Не ругайтесь. Но я люблю холод. Но, с одной стороны, нет. И не хочу, чтобы лет заканчивалось, потому что я не успела даже почувствовать его. Вообще. Но, с другой стороны, я люблю прохладу. Вот такая вот интересная. Ну, конечно, я же близнецы. То там, то тут, то тут, то там. Очень красивый пуховик для меня. Я бы взяла в размере M. Women's. Да, это женский. Ну, кстати, я вот не знаю, может быть, надо было даже и L взять. Но я не мерила L. Я почему-то заказала M. Ну, ладно. Ну, он мне как раз. С размером вроде супер. Вот. Да тут цены не написано, да, по-моему. Ну, да, тут не написано. Я не помню, сколько я его взяла. Ну, по-моему, за 28. У меня там какие-то скидки были. Я не знаю. Я не понимаю, какие. Но, в общем, намного, намного, намного дешевле я его взяла, чем он продается. Продается. У меня там программа лояльности высокая на Ламоде. Плюс еще какой-то промокод у меня был. Но он был такой личный какой-то, который действует всего единожды на дополнительную скидку. Не помню, как так вышло. В общем, мне подфартило. Что сказать. Шикарная покупка. Кстати, про модель я вам забыла сказать. Это, можно сказать, винтажная модель 700. Это была самая популярная модель в прошлом. Но я считаю, что она и остается такой по сей день. Представите, вот какая история у этого пуховика. Я не знаю, сколько лет это длится, популярность. Но производители молодцы. Топ-банду из трикотажа. Моя любовь. Я всегда и везде, во всех брендах постоянно ищу трикотаж. Идет переплетение тоже одного цвета в разных оттенках. Это просто моя любовная любовь. Я не могу. При этом трикотаж очень тоненький, деликатный. Даже немножечко бы просвечивает. Но при этом на теле вообще ни капельки ничего не видно. Шикарный топ-банду. Я его купила вот прям недавно. Даже с учетом, что заканчивается лето. Но я его планирую носить под жакеты. Там под пальто, еще под что-нибудь. Под спортивные худи даже. Будет очень классно смотреться. Цвет очень красивый, такой грязновато-синий. Еще и с голубым. Самые мои любимые цвета сейчас. И у него идет в комплект вот такой шарфик. Закатанный. Вы прекрасно знаете, девочки, кто со мной давно. Вы знаете, что я обожаю вот такие вещи закатанные. Которые вот так сами закатываются. Боже мой, я просто с ума схожу. Вот эта эстетика скандинавии или же просто винтажных каких-то вещей, свитеров, это просто моя любовь. Во-первых, я хочу такой шарф уже в большом варианте, такой более зимний. Во-вторых, мне срочно нужны такие свитера, тоже в зимнем и в осеннем варианте. Срочно. Более толстые. Ну это просто. Ну это что-то с чем-то я не могу. Я влюблена в него. Я вот хочу в такой одежде ходить на ежедневной основе. Обожаю трикотаж. Я самый, наверное, большой любитель трикотажа. И всех нежных, полупрозрачных вещей из него. Все мое, все скуплю. Дайте мне, я все скуплю. Я просто схожу с ума по таким вещам. Хочу все из трикотажа. Взяла его в размере XS. Все вот такие топы. Платье у меня в XS размерах обычно. Значит, купила я его, не помню вообще за сколько. Ссылочку тоже, кстати, оставляла в Телеграме. Оставляла. Но в евро он стоит 23 евро, в общем-то. Так, девочки, это будет актуально, наверное, тем, кто летит куда-то отдыхать. Или тем, кто еще надеется на то, что будет жарко. Но я вхожу в этих людей, которые надеются, что все еще будет жарко. Ужем шикарный купальник. Тоже прикреплю вам фотографии, как он красиво выглядит. Ссылочку тоже оставляла. Просто самый красивый купальник в мире. Лично для меня. Я таких красивых еще никогда не видела. Розово-голубой, с цветами. Он настолько нежный, настолько красиво смотрится на теле. Особенно на загорелом. Я просто с ума сходу. Потрясающе классные базовые топы. Тоже манго. Тоже ссылочки в моем Телеграм-канале. Так, шикарные топы Бандо продолжаются. Тоже из трикотажа с таким заворотом. Очень красиво, элегантно сидят на фигуре. Базовые черные. И сейчас вам покажу еще один цвет, который я взяла тоже в размере XS. За сколько покупала, не помню. Но их, по-моему, я покупала в физическом магазине. Если не ошибаюсь, то у меня нет на них ссылочек. Пока что это единственная вещь, на что у меня нет ссылочек в Телеграме. Но и то я могу ошибаться. Вот, тоже бренд Манго. В общем, классные. Просто для базовых образов. И точно такой же в бежевом цвете. Шикарный. Очень хорошенький у него цвет. Вот. По-моему, я их взяла со скидочкой. Но точно не помню. Следующий лот. Это невозможно красивые капри. В чернильном цвете. Идеально смотрится. Они к ножке вниз чуть-чуть расширяются. И они идут с разрезиками. Очень сильно красивые. Подходят тоже подо все мои образы. С красивыми топами. Вот если есть люди, которые переживают, например, с капри с неприкрытой задней частью, то вот вам подойдут вот такие капри. Такой вариант. Из денима. Потому что это как джинсы. Это не как леггинсы. Вот. Рассмотрите. Такой вариант. У меня есть ссылочка. Но. Она старая. Я их купила в физическом магазине на распродаже. Вообще за 3000 рублей. Они смотрятся прям очень элегантно. И красиво, например, будет с вот этим жакетом молочным, который я вам в самом начале снимала. Или же с кожаным пальто. Вообще. Очень красиво. И последний лот. Это джинсы. Тоже одна из последних моих покупок. На них у меня тоже есть ссылочки. Сидят очень классно. Прямой крой. Сидят как мужские бойфренды. Цвет шикарный. Но при этом, кстати, они длинные. То есть они подойдут на высоких девушек. Они у меня мотаются по полу. Вот. Но мне это нравится. И мне нравится их иногда носить с подворотами. Так что рекомендую присмотреться. Примерить. Вот. Потому что моделька очень хорошая. Тоже манго. Капри, кстати, тоже манго. Да. Я вам сказала, по-моему. Забыла уже, сказала или нет. Вот. Джинсы шикарнейшие. Прям рекомендую. Очень. Базовые. И прям сидят. Ну, очень-очень классно. Я уже жду, когда я их буду носить с кем-то цветырками классными. Ну, хотя я их уже много раз носила. Это вот прям хорошая покупка. Потому что я их купила. И начала в них сразу же ходить. И хожу, хожу, хожу. Взяла я их в размере 38. Потому что я всегда беру джинсы на размер больше. Чтобы они сидели лучше. Вот. И мне все мои джинсы 38 размер. А капри, я вам забыла, кажется, сказать. В капри размер 36. Но они с эластаном тянутся. И я взяла тогда 36, потому что им не было 38. Но я не знаю, как бы они сидели 36. Сидит, кстати, классно. Ну что, девочки мои. Я была очень рада показать вам свои покупочки. Свои новиночки и находочки. Рассказать вам о том, что в моем телеграм-канале действительно очень полезно. Потому что если вам нравятся все эти вещи, то явно вам понравится мой телеграм-канал. И остальные социальные сети тоже очень полезные. Потому что там в запрещенной соцсети вы можете посмотреть все эти вещи на мне. Потому что все их я снимала в сторис и закрепляла в актуальных. И, конечно, прикрепляла ссылочки, чтобы вы ничего не потеряли. Вот. Так что подписывайтесь, девочки, и на телеграм-канал-канал. Незапрещенная соцсеть девочки. И обязательно подписывайтесь на ютуб-канал, чтобы наши видео продвигались дальше. Потому что сейчас с ютубом творится непонятное что-то. Чего я уже в депрессии пребываю достаточно давно и даже не понимала, снимать мне влоги или нет. И что вообще мне делать с этим всем. Не впустую ли я трачу время свое, которое я могу посвятить на что-то другое. Вот. Но подумала-подумала и поняла, что нет, не зря я это все делала. Поэтому я буду продолжать. Поэтому я очень сильно, девочки, надеюсь на вашу поддержку. Вот. Я вам все это показываю. Всю эту красоту снимаю. И очень хочется сильной большой отдачи. Я все ценю, все читаю, все, что вы мне пишете. Безумно вам благодарна. Но хочется, наверное, еще больше подписок, не знаю, комментариев, просмотров до конца или еще чего-то. Потому что снимаю я уже сколько-то лет. Я подустала. Вот. И еще эта новость, она меня очень сильно подбила. Вот. Не знаю, что сказать. В общем, я тут вам жалуюсь по этому поводу. Я до сих пор в депрессии, как я вам уже сказала. Но она, наверное, такая придуманная. Хотя, если честно, ну почему она вдруг придуманная? Я столько лет потратила на это, каждую неделю, один день в неделю, целые сутки, точнее, я посвящала этому. И уже столько... Я сняла видео, я не знаю, сколько штук. Там уже к трехстам, по-моему, приближается. Ну, типа, не хочется, чтобы все было зря и просто так. Я потратила столько времени на это. Ведь я хотела как лучше. Я хотела, чтобы люди, прекрасные девушки нашли свой стиль, видели классные находки, смотрели на какие-то интересные, необычные образы, чтобы вдохновлялись, чтобы нас, красивых людей, на этой планете было больше. И ведь контент бесплатный, девочки. Представляете? Вот просто я так хотела, у меня была миссия сделать то, что я делаю. В общем, надеюсь очень сильно на вашу поддержку. Я вас всех очень сильно ценю. И вы не представляете, с какой улыбкой я каждый раз читаю ваши комментарии. С каким теплом. И иногда я даже плакать хочу от радости. Вот так. Какие прекрасные люди меня окружают. И у меня вообще в комментариях либо нет, либо просто по минимуму какого-то людей, которые пишут какие-то странные вещи. У меня только самые лучшие девочки. Вот. Я вас целую, обнимаю. До следующего влога, мои хорошие. Всех целую этого мира вам.